всем привет кто включил это видео смотрите какая красота из названия вы уже поняли что это видео про кремы для рук это лично мой отзыв лично мои впечатления у меня кремов огромное количество но мне так кажется я решила с вами поделиться ну и чтобы вам было легче ориентироваться или опираться на мой отзыв я поделюсь какие мои требования для кремов для рук первое это чтобы он впитывался впитывался за короткое время не оставлял липкую пленку и не имел сильную оттушку аромат чтобы не сильно он благоухал если крем не впитывается остается пленкой пачкает волосы одежду конечно мне это не подходит он может быть жидким густым плотным но лишь бы он вот эти свойства отдавал тогда не подходит и если ваши требования ожидания совпадают с моими то продолжайте смотреть дальше видео девчонки вот такое количество кремов для рук и сейчас знаете что я сделаю разложу их по ценовой категории смотрите девочки вот эти три крема это крем и которые стоят один доллар и капельку больше вот два крема невская косметика один крем callos вот эти три крема это уже вровей побежал это уже 2 доллара и чуть больше вот эти два крема это 3 доллара и есть еще вот такая группка это уже не бюджет это не масс-маркет это дорогие крема по вот этим кремам которые самые бюджетные из этих кремов самый лучший крем на моё усмотрено мое мнение это callos он достаточно легкий пахнет он как знаете давно пахнул крем в стеклянных баночках он очень хорошо впитывается не оставляет пленку ну на лето классный вот эти тоже хороши очень классные крема по вот этим девочки кремом вообще мне кажется что этот отзыв будет достаточно короткий потому что особо говорить описывать что-то нету что и вот эти крема которые стоят два доллара я вообще их исключила они ну они липкие они даже если их нанести на ночь они остаются пленкой моешь руки и он смывается он не впитывается то есть вообще вот кто понимает что такое силикон и когда они ощущаются вот здесь вот силикон и силикон и и на удивление вот эти крема которые знаете когда их покупаешь они идут и лороза болгарии крем идет в красивой коробочке белой облепиха натура сибирика я знаю что хвалят любят такие крема но именно вот это вот эти два крема в общем хоть они дороже вот этих они они не впитываются они липнут лично мне они не нравятся опять же это мое мнение и если наши требования мои требования с вашими сходятся то тогда принципе и вам не особо понравится у натуры сибирики есть вот такой крем облепиха для ног и он как-то он класснее чем который для рук вот есть еще вот такая партия кремов это ласситан кто знает тот знает конечно это вне конкуренции это очень классный крем но он и дорогой и есть у меня вот такой это масло для тела я его использую сейчас как крем для рук он он офигительный очень густой очень приятно приятный цветочный аромат впитывается вообще очень классный но он тоже дорогой то есть как бы это совсем из другой оперы крема смотрите теперь вот из всех 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 кремов самый лучший девочки который бы я выбрала это вот этот вот для меня он самый лучший но он и самый дорогой самый лучший из бюджета это callos он действительно очень классный крем самые худшие крема из вот этого количества я бы убрала вот этот вот этот убрала дав бы убрала не вею но вы поняли розу на туру сибирику я ставила вот эти три бюджета то есть невская косметика у них все кремы хороши callos ну и вот эти два смотрите что еще хочу добавить от себя даже это не от себя лет десять назад я прочитала в угле что когда наносишь крем для рук на руки то надо не забывать о локтях и коленях и вот с тех пор я всегда там на руки нанесла потом локти и колени и вам так советую еще есть несколько средств которые очень классные для рук это не крема это вот кокосовое масло нерафинированное мне кажется что я кокосовое масло в каждом видео тычу вот видите она солнышко подтаяла но это правда супер мега средства и на шею и на декольте и на руки и на волос классная вещь тем более впитывается также из просто оливковое масло для питания если нет кокосового или масла какао оливковое вообще тоже особенно если надо смягчить сухую кожу ни один крем не справится с такой задачей еще есть одна хорошая вещь такой простой пантенол который я систематически часто раз в неделю наношу то есть это пантенол который от ожогов детский вы знаете ого наносите пенку растираю просто как крем вначале этого пугающе но потом он весь впитывается вообще без остатка и он очень хорош для кожи кстати для волос тоже вот видите он пытался и все его сейчас до 4 3 4 минуты его он вообще не будет не липнуть не ощущаться но он очень классный и еще один не секрет а я заметила я заметила когда девочки приходят делают там гель-лак наносим или наращивание и если какой-то вечер посмотрите есть вот такие недорогие хайлайтеры но это буржуа вы знаете тени а и можно просто купить недорогой хайлайтер и мы щеточку куда выделяет и наносим на руки и вот девочки видите разница она видна на левой руке нанесены хайлайтер и рука на как бы такой блеск шиммер как шелковистость а здесь нету видите и внешне поверьте это еще больше видно но это как такое украшение что ли как визуально как-то украсить еще руку видите когда шевелишь девочки желаю всем хорошего настроения хороших красивых ручек ухаживайте за ними надеюсь что кому-то что-то пригодилось я умышленно не стала останавливаться как бы конкретно на каждом креме потому что вы видели что крема очень популярные известные и их можно открыть понюхать и посмотреть на их плотность в любом магазине ближайшем поэтому все очень коротко коротко информативно и надеюсь кому то полезно всем пока до следующих видео